Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой молодой человек меня обманул, уехал отдыхать с друзьями, сказав что уехал в командировку. Считаю это предательством, просто сейчас прощение, говорите, что виноват и любят. Я бы хотел это дать ему шанс, но хочу, чтобы это прощение досталось большими усилиями, чтобы в дальнейшем узнал, какие могут быть последствия. Как правильно себя в этом случае вести? Нам по 26 лет, мы встречаемся полгода. Смотрите. Я думаю, что здесь с точки зрения психологии, есть два момента, на которые, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Первое. Если мы говорим про предательство, то речь идет про ваши надежды, про ваши ожидания, про то, что вы видите, про то, что вы ждете от человека. Дело в том, что ожидания должны быть реалистичны. Если молодой человек вас обманул, значит он, скорее всего, знал, что таким, как он есть, его желания вы, вероятно, не приметите. Соответственно, здесь речь идет о том, что вы молодого человека не принимаете. Если вы молодого человека не принимаете целиком, то вопрос встает о любви. Любите ли вы его? Потому что любовь, это безусловное принятие. Да, вы можете чего-то не принимать. Это безусловно верно, но как бы, это ответственно. Вот. И нужно понимать, что от того, например, что человек раскаивается, и если он будет действовать из чувства вины и дальше, то будет им такая ситуация постараться. Потому что свои желания никуда не денешь. Вот. Свои потребности, ну, как бы, никуда, никуда не денешь. Вот. Понимаете, да? Поэтому вам нужно, вам желательно для себя как-то вот решить, как вы относитесь к тому, что хочет, условно говоря, ваш молодой человек. Да? Как вы относитесь к тому, что для него важно, например? К тому, что для него ценно, например? Вот. И определиться со своим отношением, готовы вы принимать это или нет. Потому что если нет, если вы не готовы принимать, вот, вам нужно взять за это ответственность. Вот. Что значит ответственность? Ответственность, это значит вам определиться с последствиями того, что вы не принимаете. это первое. Да? То есть, есть работа с ожиданиями. У того, что произошло, есть причины, и эти причины, как бы, исходят и от вас, в том числе. Дальше. по поводу того, что вы хотите, чтобы это прощение далось ему с большими усилиями. Я думаю, что здесь важно, чтобы вы были собой. То есть, чтобы вы не питались как-то вот через силу, да, принижать. А именно, именно, чтобы вы говорили о своей боли. И мне кажется, что тот факт, что вы хотите дать ему второй шанс, означает, что вы игнорируете свои чувства. То есть, то, что вы хотите дать ему второй шанс, говорит о том, что, в принципе, вы уже простили его. Либо, речь идет о втором шансе, как о вашей потребности в чем-то. И это разные вещи. Это разные вещи. Это не одно и то же. Тут тоже нужно определиться. И мне кажется, что лучше всего человек понимает как бы значение того, что он сделал тогда, когда мы реагируем естественно, а не через силу, чтобы пытаться казаться, а не быть. Вот. Такая вот история. То есть, зато, что для вас приемлемо и неприемлемо ответственность несете вы. Но это не означает, что у человека пропадет желание. И это не означает, что приемлемость и неприемлемость чего-то для вас, совпадает с приемлемостью и неприемлемостью чего-то для него. Поэтому я бы здесь для начала попробовал бы выяснить, окей, а что с подвига его вас обманывает. Почему он не пощипал, для себя возможно сказать вам правду. Быть может вы были бы против, если бы узнали, что он поехал отдыхать с друзьями. А это уже посягание на личное пространство другого человека. И вы это делаете из какого-то внутреннего конфликта, который необходимо разрешить. Потому что приемлемость и неприемлемость чего-то, они нужно путать с попыткой себя защитить. Возможно, именно из-за того, что вы это путаете, вы не берете личную ответственность за свою позицию. Одна и та же позиция в непринятии чего-либо может быть продиктована разными мотивами. И важно увидеть, какой мотив у вас. Если этот мотив связан с попыткой себя защитить, это не мотив и не позиция, а компенсация. И как следствие отсутствие выбора. У вас нет выбора, кроме как его контролировать и кроме как вести себя так, чтобы он так больше не поступал. Когда же позиция определяется выбором, то, замечая и чувствуя свой выбор, мы можем заметить и чувствовать выбор другого. И когда к нему отнестись. Я бы здесь еще уделил бы внимание корректировке вашей коммуникации, как вы коммуницируете. И уделил бы внимание тому, что между вами общего. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.